этот стиль про наше путешествие к метеостанции сейчас мы идем вдоль реки бешенка собака пытается из нее попить собаке мы воду не взяли только себе взяли палитра воды так что собаке приходилось пить из тех водоемов мимо которых мы проходили без горной реки ей не очень нравилось пить она очень шумная но выбора у меня не был поднялись до уровня облаков ну вот кстати сюда собаки на больше километра высоты набрали кило 200 как красиво стоит собаки на в альпийских лугах примерно настолько же похудели даже красиво очень но ничего гор уже не видно но но собственно мы вровень с пиками на самом деле да вон на чашку я чуть-чуть видно но она прям на совсем рядышком уже там где-то озеро зеркальное и метеостанция на которую я когда-то в далеком девяносто восемьдесят четвертом году ходила с папой вместе может быть папы даже вспомнят эти места сейчас дойдем до озера сниму его иду сквозь заросли рододендронов ой тут много овка идет над нами облако это прекрасно потому что нет жары сейчас очень яркое жаркое солнце то что его нет это прекрасно но все рододендроны отцвели это уже плоды все неделю впереди лежит и кажется нам что-то открывается о по моему это конец маршрута какие-то знаки сейчас посмотрим что вот кто в лесу хозяин на медведь понятно тот домик стоит озеро озеро вот она озеро ксюндель можно попить воды пойдем скорее озеро зеркально вот это то самое озеро а вон тот склон по которому я каталась на папиной куртке вот а он стоял меня внизу ловил чтобы я катаясь по снежнику не уехала бы прям в это озеро здесь сейчас жизнь люди какие-то ходят воду носят кстати интересно кому вот она красота пойду залезу вот туда где в детстве было какой туман наверное это не туман наверное это облако облако какая красота фокс-терьер жадно пьет воду воду набрала в ручье и в этом озере вот она конечно живая еще немножко суп а суп кстати готовит вова вот он сейчас включил какой-то агрегат который нес с собой волы был большой рюкзак и вот предлагает мне на выбор суп куриный суп или горуху вот я выбрала куриный даже не знаю вообще дома я готовлю но в горах это вот вова готовит поскольку ложка у нас одна ложка одна сначала будет поэтому выбирай я да отлично собачку привязали а палатку вам поставить вот здесь спустя всего пять минут облако пришло и все испортила весь вид испортил вова то я еще вижу а вот уже не метеостанции дайте я поем вова я суп он такой был вкусный суп вообще просто я ела который пьет прямо из тарелки не надо снимать не буду хорошо вот это озеро его уже не видно и люди какие-то в тумане ходят как-то темно iphone снимает как-то на все светлее все же белая 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 а это я иду на смотровую площадку в картах есть указание что тут где-то есть смотровая площадка хочу на нее попасть вау да ой как круто красота во все стороны видно класс ощущение что город дымятся облако переваливает через тучу через гуд через горы идет сюда надо земли не доходит но это сейчас не доходит может через минуту дойдет дойдет на солнце жарко прям очень жарко становится внутри облака прям даже кофточку хочется одеть красивые такие цветочки здесь на склоне растут дикие цветы почему-то очень красивые вот мы там и пили ели набирая воду вот в этом чудесном озере озеро зеркальное я хочу показать какая там жизнь внутри мы разгребли вон тритон там плавает разгребли тритонов какие-то ручки отшельники на какая-то вода мерка вот плывет еще какой-то там зверь сидит вот так сидит вот прям настоящий тритон но она прозрачная он еще один он еще один но тритона есть не обязательно и затерпывать его конечно надо выгнать вот так огромное прям озеро то красота какая стрекозы там пойду залезу вот на то место откуда я каталась пусть по снегу тут поля рододендронов я к ним поднялась много а вон и озеро видно что она круглая но и вот отсюда где-то я каталась ну по снегу конечно красота туча уже пришла прямо сюда и все закрыл всю видимость там он еще кусочек голубого неба виден а тут вот тучи и дождь начался ну что ж ты будешь делать а мне еще вниз эти мишка там меня ждет тут в тумане вова уже почти поставил палатку наш стол у нас соседи они тоже быстренько ставятся то дождик идет у меня даже куртки нету но куртка мне не нужно то что я все равно буду мокрая а вова будет спать вот в этом чудесном домике вот я с собакой бегу вниз а вова остался здесь он еще сходит на водопады может быть на вершину очишко может быть на на озера как-то хмельницкие что ли называется вот я кстати иду и кажется что здесь колея но это не колея тут никакая машина сюда не может забраться мы поднялись почти на километры высоты это просто тропа люди протоптали по среди рододендронов но обалдеть же когда они цветут тут наверное волшебно просто невероятно собаку пришлось взять на поводок тут местный егерь сказал что с животными вообще нельзя в заповеднике так что ксюндель идет на поводке и по моему в обратном направлении ксю нам туда она не понимает почему вова остался я ухожу потому что миша меня ждет внизу мы и так сюда шли четыре часа еще пару часов мне спускаться назад миша там развлекает шипов смотрят свой шахматный матч он сыграл свою партию сегодня не очень успешно ну сказал что что-то ему не везет ждет следующий турнир rapid он послезавтра начнется вот и потом смотрят шахматную партию там карлсон играет корякин вот в коридоре стоят шахматы и когда я ему звонил он сказал мама все мне некогда разговаривать я играю вот так что у нас есть время ходить по горам я тут же лап конечно да собаки на тебе нравится тут тебе нравится ну конечно бегать тут столько запахов столько всего интересного ну ладно вот под таким деревом мы прятались от дождя когда спускались вниз бежали бежали на дождь пошел сильный сильный и вот мы стали под одно такое дерево и стояли под ним папа мне отдал свою куртку вот укрыл меня своей курткой и сам мог а мне было совсем не мокро вот а вокруг были другие деревья бабахал гром и мы и мы переживали вдруг молния попадет в наше дерево вот но она не попала и когда дождь был стал немножко поспокойнее мы пошли по дороге дальше вот сейчас ксюха идет по этой дороге вот но я не помню точно это ли было дерево но вот при примерно в этом месте я спускаюсь уже три с половиной километра я прошла сверху 73 минуты час три минуты я уже иду и идти мне донизу еще примерно столько же ну до машины он где-то пол дороги примерно вообще скользко так спускаться дождя хоть сильного и не было но облако все намочил идти теперь немножко тяжеловато а дорог все вниз и вниз и вниз 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 спущусь посмотрю сколько по высоте то мы прошли фу и все это время в лесу ну кому красиво конечно а вот в этом месте мы должны были перейти на ту сторону но речка бешенка вот она чудная она как-то взяла и этот мост снесла и вышла вся из берегов такая слабурная вообще шумная к ней близки не подойди сейчас она поспокойнее намного вот и нам пришлось идти вниз дарая до другого моста так изрядно вниз ксюха а нам придется переходить будешь переходить а переходим и так стой ксюнь стой и она не не хочется вот ручка вот собака вот и так мы пойдем по бревну я пойду по бревну а собака будет в руке ну снимать я это не буду